Всем физкульт, друзья. Ну что, боссы сейчас находятся в Сочи, город Сочи. Это великолепнейший город. Нам так понравилось, мы уже, к сожалению, уезжаем, но успели много чего для вас заснять. Сняли все про Сочи. Мы встретимся с нашим корешем Димой в этом выпуске, и он расскажет, как есть все о ремонте квартир. Он расскажет все плюсы и все минусы, но хотя минусов тут очень мало. Все те, кто хочет переехать со своего города, где уже так надоело, где нет ни заработка, ни погоды, все серо, сухо, уже вот тут вот сидит это, вы можете переехать в этот город. В этом выпуске узнаете вы все об этом городе. Вы можете стать боссом в этом городе и зарабатывать на ремонте квартир. Мы всему этому научим. Но места для босса всего два. Почему два? Потому что Кирилл уже купил франшизу, и Сахалинов прилетает сюда в Сочи. Он так хочет сюда. Мы вам его как только так сразу покажем. А также мы всеми боссами прилетаем в Сочи на своей ламбе, которую вы так и не угадали. Гадали, какая ламба! Какая же ламба? Напишите в комментариях. И да, если вы боссом не хотите стать, потому что у вас пока нет денег, или просто не хотите, или просто хотите с нами кайфовать, то у вас есть такая возможность. Каждый раз, когда будет сходки боссов, мы будем брать одного-двух людей с нами. Стоимость этой поездки, которая будет в декабре сейчас, стоит 40 тысяч рублей на два дня. Включено питание и проживание. Так что, если ты хочешь кайфануть с нами, у тебя есть такая возможность. Напиши нам в директ, в инстаграм, бибоссфраншиза, и мы обо всем договоримся. Конец декабря. Жди нас. Эй, йо, Флори, turn me up. Парракет, мой ловый момент, его можно и спорить, только если ты мент. Я тихо, радусь, не будь блэк, фэнк, мой глок, эксцена, не исчезай на лена. У тебя проблемы, какие проблемы, знаю кто, откуда, знаю все схемы, какой ты гэнс, расскажешь своей маме, ты бич-эс-хоу, никогда не видел ям. Это бля, танцует газ, надумает она Риана, да, я не всем пизды, я сломал оба гиену. Все эти же творчики, они словно гиены, я вертел их на члене, во всеразных вселенных вране. Я не в гена, бич, мы не берем пленных, уходим все в тень, составить корабление. Что вы думали, сучки, проверьте давление, карай ублюдка, благослови, клинки. I think I'm big, my L-M-B, my B, my B. Я не хотят, поверьте, на нас стои, стои, отойти пыль, оставь их, и всех позади. Ворвусь сквозь злые ночи, только позови. I think I'm big, my L-M-B, my B, my B, my B, my B. Они хотят, поверьте, на нас стои, стои, глотайте пыль, оставь их, всех позади. Ворвусь сквозь злые ночи, только позови. Gagbang, trap game, это пропасть, делаю огонь, тебе не стоило дропыть. Лиду себе, как будто они остались в утробе, бич, блок, трэш, ток, это странное хобби. Я взял шмайк, оцхоу, жду меня в лобби, биг, рэкс, биг, чек, он хочет стать моим хомби. Они все хомби, пока ты им удобен, ту матч, токи, но живут на послове. Как так? Трэк за трэк, из-за хитом, ойл, миллион и еще миллион. Они все прокбой, с им нужен ремонт. Да, мерзавец закунул в терьмо, ты являешься тем, кем и ты окружен. Дубль 2, ребят, первый номер, вы под музыку сейчас видели, как косяки заходили. О, с чем, с людьми? В том тоже воняло, порожек. Ой, тут еще красивее, посмотри, идеальное примыкание просто мозаики с плиткой, затирочка. Ой, там в углу затирка, посмотри какая. Это ювелирная работа мастеров, ювелирнейшая. Тут, знаешь, пахнет этим, знаешь, чем? Свежим силиконом. Свежим силиконом. И грибком. Гридком, гринком. Тоже дырка какая-то там в крыше. Крысу. И тут дырки в крысу. Портал к соседям. Портал, видишь, может кто-то ночью пробраться. Две кровати. Что тот, что этот номер, говно, говно. Он куда-то постучался. И смотри, вид на вокзал. На дядю охранника, который махал. Как дела? Как дела? Как дела? Там, по-моему, кровати были больше. Видите, заело. Слышишь? Там? Да, там были больше кровати. Больше? Да. Уверен? Конечно. Сто процентов. Давай посмотрим повтор. И тут воняет еще сильнее, по-моему, да? Назад тогда топнул. Ну, скажи пару слов о ночи, отеле вообще как. Пару слов о Путине? Ну, да. Отель, честно вам сказать, честно, как сказал бы Герман, отель говно. Настолько говно, что такого говна еще не было. Потому что, во-первых, кровати конченые до безобразия. Подушка конченая. Как будто тряпка. На какой-то тряпке ты спишь вместо подушки. Шея отваливается. Глаза красные. То есть всю ночь ни хрена не поспали нормально. И еще тут вокзал. Видите? Типа яфелева башня с часами, но это не одна. Может из-за того, что вокзал рядом, и поэтому ушатались сильно. Но отель этот мог быть гораздо лучше. Гораздо удобнее, если бы был качественный ремонт. Тут, во-первых, по поводу уборки даже никто не заморачивается. То есть терморегуляторы никто не протирает. Никто ничего вообще не протирает. Все грязно, все ушатанно. Вот тут, чтобы пройти посрать, нужно вот так вот втянуть пузо, если оно у вас есть. И зайди сюда. В общем, порожки. Ну, отель действительно конченый. Рейдис, я не знаю, это шляпа шляпой. Настолько конченого отеля еще не было. Сутки знаешь, сколько стоило? Почти 7 рублей с парковкой, представьте, сутки. И с завтраком, с шведским столом на двоих. Еще какой там шведский стол. Ну, что я вам скажу про отель. Отель действительно говно. Но что ты хочешь за эти деньги? Что ты хочешь за эти деньги? 6 гребаных тысяч. Если бы отель стоил 30 тысяч, вот тогда можно было бы с них спросить. Но сейчас 6 тысяч, это не то. С едой и с парковкой. Ну, что, всем физкуль-привет, ребят. Сейчас прогреваем нашу двухочковую синюю кобру. И выдвигаемся к Димочке, нашему братику, который у нас занимается ремонтом в городе Сочи. В этом прекрасном городе. Посмотрите, какая тут шикарная погода. Приехали на Димке. Сейчас ноябрь месяц, почти декабрь уже, конец ноября 2020 год. Мне снятся деньги, просыпайся, уже голодный. Можешь простудиться рядом, как всегда, голодный. В Сочи, да, все-таки крутая тема. Тут жарко, а там снег. Можно и на лыжах, и на снегоходах, и на горных мотоциклах. Вот ты, Димочка. А вот и Димочка. Привет, братик. Здорово. Как дела? Ничего, нормально. Нормально? Да, вы что, уже снимаете? Да, мы сразу выпуск снимаем. Короче, давай. Я поеду. Охренеть, в Сочи, братан. Погода классная. Я поехал. Красота. Все-таки погодка здесь бомба. Я тебе, как твой адвокат, советую одеть шорты. Воздух здесь, да, другой? Приятный. Горный, горный воздух. Как тачка, братан? Я в шоке. Нравится? Кайфово. Да? Да. А цвет, да, ядер. Садитесь, садитесь, садитесь. Что, Димон, расскажи нам, как вообще тут живется, как тут погода, как работа, как люди? Слушай, ну погода, классная погода. Погода тут всегда классная. Вот у нас сейчас какое число сегодня у нас? Ноябрь месяц, 26 число. Ты говоришь, Сергеич, у нас шорты, футбол. Погода под кайф. Да, да, да. То есть мы немножко потеплее одеты, но все же погода не как. В Краснодаре или где-то там в Ростове. Погода здесь всегда классная. Единственное, весной дожди бывают идут. Так в Таиланде, да? Сезон дождей. Да, 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 да. Все правильно, да. А так что? Ну вот, видишь, люди тут такие немножко нагловато. Давай, давай, братан. Ну, с другой стороны, так и надо. Два года здесь живу. Менталитет, конечно, отличается от Краснодара, от любого, наверное, мегаполиса. Люди здесь приезжают, наверное, со всей страны. И когда они, короче, здесь живут года два, три, пять лет, они, короче, превращаются в сочинцы. Да, коренных сочинцев. Да, коренных сочинцев. Таким же. Ну, то есть, какие-то там моральные чувства все равно остаются. А какой самый этот главный местный закон тут? Местный закон? Да. Побольше накрутить на чем-то. Да. Урвать побольше хапов, да? Конечно, да, да, да. Это самый основной закон. Это самая большая проблема. Вот это самая большая проблема. И, в принципе, те компании, там, организации, да, которые заходят сюда, неважно в какой сфере, если они поступают цивилизованно, честно, да, то большая вероятность их хорошего старта, и то, что они в дальнейшем не будут переключаться на то, чтобы, грубо говоря, знаешь, начал хорошо, а потом начал зажраться, и халтурит качество говно, и еще и бабок больше на этом начинает задать. Мы, кстати, уже ощутили это в гостинице. Гостиница вроде Рэдисон, да, вроде неплохая, там, фирма, франшиза, там, все дела. Да, понимаешь? Ну, такое говно. Ты представь, даже унитаз этот, инсталляцию высоко сделали, что сидишь на носочках. Даже нормально, не вариант упражнений. Ну, я Димона видео скидывал. Прямо нам, да? Да, прямо, езжай там. Мне Серега видео скидывал, короче. Слушай, ну она едет у вас вообще бодро. Да, братан, она под кайф. Братан, сейчас затяжной поворот будет, смотри аккуратно. Вот он город Сочи. Пожалуйста. Кайф, да? Да. Посмотри какой вид. Город классный. Вот мы сейчас выехали с моего района, это старый район Сочи, Макаренко называется. А двигаем мы сейчас вон туда, смотри, прямо. Вон где машина поворачивает направо, вот на улицу Донскую. Короче, если получается с нашими ценностями, что мы топим за качество, у нас самое главное качество, но у нас тут прям благоприятное для развития. Если человек, да, допустим, здесь останется и будет придерживаться этих качеств, ценностей, то, конечно, да, конечно, развитие будет в любом случае, потому что на фоне всего вот этого вот, ну, беспредела, так сказать, да, можно вырулить нормально в любой сфере. По ценнику, как люди платежеспособные тут? В основном, да, но тут видишь какой момент, у людей, здесь у многих не остается выбора, потому что ценник здесь в принципе выше, нежели чем в городе Краснодаре на все, на услуги, на материал, неважно на что. Намного выше. Да, намного выше. И причем бывает такое, что мы еще пытаемся этот материал привезти извне города, да, там, из того же Краснодара, пытаемся как-то, ну, опять же, сэкономить, там, для человека, чтобы сэкономия была, да, и так далее и тому подобное. Но все равно услуги дорогие. Но некачественные, да? Ну да, бывают некачественные. Чаще всего? Чаще всего, да, да. Ну, опять же, видишь, в Краснодаре люди готовы работать за ценник вот такой и делать хорошо, а здесь тяжело людей найти, чтобы они работали за ценник вот такой и чтобы они еще хорошо делали. То есть вот в чем. То есть даже много платишь, а они все равно, да? Да, да, да. Сейчас поступают такие мысли, как бы, надо людей вести от других городов, да, из городов, регионов, потому что с местными вообще как бы тяжело, да, людьми работать. То есть у местных людей, у них уже сформировалась, знаешь, какая-то своя база, они работают сами на себя, но их тоже можно понять, они хотят зарабатывать больше, содержать, да, там, свою семью, и они не хотят, в принципе, работать в компании. Это тоже можно понять. Но есть также люди, которые, допустим, не готовы работать сами, не готовы брать заказы сами, они не понимают, как это делать, да, соответственно, они идут работать в компании. Ну ты, это, расскажи, в какой-то сфере деятельности работают, а то ребятца не в кофе никто, да. Что за компания у тебя? Как называется? Компания называется Quattro, ремонт, отделка, дизайн, проекты, делаем вот. Вот вся наша специфика, в чем именно как мы работаем. Объектов у нас много постоянно, там до 30 с лишним объектов у нас в работе. Мы одновременно в работе, да? Да, 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 то есть у нас есть квартиры, частные дома, там какая-то, не знаю, бывает коммерция, да, проскакивает коммерческая там недвижимость. То есть, в принципе, делаем все, что касаемо отделки, делаем все. Я всегда говорю, неважно, сколько я поменяю бригад на объекте у заказчика, самое главное, чтобы я этот объект довел качественно. Да, довел. Да, закрыл. Бывало такое, что мы опять бригад меняли. Меняли не из-за того, что мы хотели их поменять, а из-за того, что просто хотели реально сделать. Люди такие. Люди, да, такие, то есть попадаются, я думаю, вы меня сами понимаете, как это бывает иногда. Дим, а скажи, как у тебя текучка идет, мастеров встречи постоянно идут? Ну, я стараюсь... Чтобы отобрать вот эти, которые долго-временно работают, много через себя? Вообще мастеров, я считаю, их надо подбирать постоянно. Не останавливать поиски. Не останавливаться, да, вообще не останавливаться. Тем самым можно всегда отобрать тех людей, которые, во-первых, хотят работать с тобой, да? Ну, хотят быть именно в компании. И зарабатывать, да, допустим, они будут зарабатывать меньше. Но стабильно. Но стабильно, да. Офигеть, какие горы, Кагиляньки. Вообще, как, и воздух тут какой-нибудь, бомба. Пальмы, смотри, у тебя. Димон, ну проведи обзорчик. Вообще, бомба. Пальмы растут. Майяник. Что за бизнес, сука? Что за бизнес? Что за бизнес, сука? Что за бизнес, сука? У нас с фабрикой опутывили вонг. Мой город вырастил гадкого утенка. Все эти суки хотят от меня ребенка. Они в восторге от настоящего подонка. 500 квадратов, да, Римон? Потолок из гипсокартона. Да, смотри, потолок из гипсокартона. Здесь, соответственно, несколько уровней. Отвечения разного типа. Здесь есть линейные, встроенные. Да, будут трековые светильники. Споты. То есть, ну, в принципе, вот. Уже началась отделка, например, чистовая. А там камин, посмотри. Пойдем, расскажешь, покажешь. Что за бизнес, сука? Что за бизнес? Пассейн. Ой, я сейчас нырну. Пассейн это делали не мы, но вот это выкладывание террасной доски, это было выполнено нами. Мы сейчас туда выйдем, и вы подробно посмотрите. Она деревянная, да? Да, да, деревянная. Тут, соответственно, вот. Что я вам сказать? Ну, тут пока залит пол, да, ничего такого. Вот укладывается керамогранит. А стяжку отопления вы делали? Все делали, да. Полностью просто коробка была, да? Полностью, да, полностью просто была коробка. Соответственно, все делали мы. Вот это вот стены выводили. Освещение тут будет очень много. Здесь просто еще много чего не установлено, но будет очень много. Дом огромный. Да, дом огромный. Дела на котельной, да? Стоит котел. Стоят установлены на потолке уже трансформаторы. Электрика проведена. Плиточка уложена. Ну, это было помещение одно из таких самых первых сделано. Потом оно отмоется. Тут все по видеонаблюдению. Тут будет видео, да. Здесь, соответственно, видите, да, какие щитки. Да, да, да. Первый этаж и второй тут. Все внизу, да? Все, да, 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 полностью. Вот здесь, получается, у нас установлена коллекторная система. Инсталляция. Это все, келку и келку и келку и келку. Да. Что за бизнес? Что за бизнес? Видишь, какие лампы у нас тут все. Мы проверяем, смотрим. Вот, смотрите, один основной блок тоже у нас сделал. Ну, здесь просто у нас расположены... Давай, давай. Ну, и ванная, и ванная, и ванная, и ванная. Плиточка у нас сложная. Типа от джакузи, пузырьки на пузе, да? Да, 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 да. Здесь, соответственно, плитка уложена вот широко... Ну, под дерево, да, сделана широкоформатная. Там трапик. Здесь шестиугольная вот эта наша плиточка. Подолок, гипсокартон. Гипсокартон, да, с линейным освещением. А фактично будет? Не будет он намокать? Нет, нет. Здесь, во-первых, еще получается, что у нас, ГВЛ, скажешь, сделано? Да, да, поэтому как бы здесь в этом плане все нормально. Угу. Что за бизнес? Что за бизнес? Уже четыре с половиной месяца. А сколько срок у тебя по договору? По договору срок полгода. Что за бизнес? Что за бизнес? Что за... Ничего себе тут санузловно, наверное. Душевая такая. А кто, мужчина или женщина хозяин? Ну тут семья. Большая? Да, большая семья, и, соответственно, они будут тут жить. Не абхазцы? Не. Ну это у них, я так понимаю, как дача будет. Ничего себе. Да. Сколько такой домик тут стоит, ему? Ты знаешь, вот в этом районе, я думаю, тысяч, наверное, двести с лишним за квадрат будет стоить. Без ремонта? Без ремонта, я думаю, может сто восемьдесят. Сто восемьдесят без ремонта. Без ремонта. Коробка, чисто, да? Я думаю, да, примерно. А соток? До десять, наверное, двенадцать соток, около того. Небольшой, как бы, участок для такого дома, но, видимо, этого хватает. Природа, горы. Да, а тут, видишь как, люди тут огороды не используют. Они сейчас озеленение, пальмы, не пальмы. Вот мы сейчас на улицу выйдем, да, установят, смонтируют. Бассейн есть, там, баня есть отдельно. А вот эта тема, подтелек, с подсветкой она будет? Да, да. Ну, это подтелек, но с подсветкой, не подсветкой, сейчас я тебе не могу сказать. А пальмы вот эти, они что вообще неприхотливые? Или они так, посадил и растут? Здесь они растут пофигу. Да? Да. Климат позволяет. Единственное, я понял, короче, один раз были морозы, и у нас там в центре их все заворачивали. Потому что, если их не завернуть, да, укутывали. Лафан, если их не завернуть, они там все сразу убирают. И все. С Волганоплекса мне не обшивали? Ты минвана. Что за бизнес? Что за бизнес? Представьте, когда все готово будет. Какой вид. Горы, пальмы. Лос-Анджелес. Город на холмах. Смотри, там барбекю, баня, тут будет зеленая травушка. Да ты что, это вообще, это просто космос. В России. Можно прыгнуть, шею сломать. На видео. Хайпанем. Ну вот, смотрите, какая тут. И все ручная работа, да? Да. Это вы делали тоже? Да, это все мы делали. Вот плитка, видишь, наложенная, тут все мы делали. Класс. А вот эта шляпа, она тоже будет чем-то обделываться? Вряд ли. Вот тут не могу тебе сейчас тоже сказать. Я сейчас сам думаю, наверное, да? Да, потому что многие работы здесь принимаются в процессе, именно вот когда, в процессе планирования решений, да, так сказать. Когда мы что-то делаем, и причем очень много, знаешь, обычно, когда много работы, всегда очень много переделывается еще. То есть заказчик смотрит, ему что-то не нравится. Не в том плане, что качество, а в том плане то, что он хочет по-другому. Цвет другой или еще что-то. Да, да, да. Вот сейчас... Тем плохо без точного дизайн-проекта, без простудованного напереда. А он даже, знаешь, он даже бывает, когда есть дизайн-проект, заказчик все равно говорит, блин, не хочу. Вот сейчас тут у нас вроде как озеленение, а потом... Может что-то поменяется. Вот баня у нас стоит. Сама парилка, да? Да. Парилка вверх, вверх, вверх. Сзади, да. А здесь у нас это будет, ну, душевая, типа, понял все эти дела. Ага. Обмыться, не обмыться. А вот она парилка вот здесь. Это у тебя 500 квадратов вместе с баней, с этой всей темой, да? Ну да, общая площадь, да, получается здесь по отделке, да. Есть у нас такие дизайн-проекты. Вот мы делали квартиру в одном ЖК, да, 73 квадратных метра. И там 73 квадрата, там заказчик за дизайн-проект заплатил 10 тысяч долларов. Это почем за квадрат? Вот это получается, ну, допустим, по курсу, там, 75 рублей, да, тогда. А 750 тысяч, 750 тысяч мы делим на 73. Ну, это получается... По десятке, что ли? Да, да. По десятке за квадрат. За дизайн-проект. Да, 750 тысяч делим на 73 квадрата. Это вот получается 10-200 за квадратный метр. Димон, у нас, короче, тут есть сослуживец еще в этой Красной Поляне, или куда мы там собрались ехать. У него, короче, эти патролы, не патролы, он любит... О, там мой, видел? Патрол это вообще... Любит, короче, в горы на них. Братан, патрол это все. Съездил с пацанами, короче, покатался там вот у себя на родине в Абинске с моим кумом, с моим другом Кентом Михожаров. Тебе привет большой, ты, наверное, тоже смотришь. В общем, короче, погоняли, покатались очень круто. Я хочу себе тоже теперь загорелся, хочу взять этого патрола, уже ему тоже... Зазгло, да? Да, звоню ему, говорю, Миша, где его найти? А их найти тяжело, нормально. Ну это знают, надо разбираться они, да? В шкафах. Они же полный привод там, да? Да, 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 они бомбически. Короче, скоро Димон возьмет патрол, и мы рванем, помчимся, как львы, тигры и медведи по горам. Просто, просто будем разрывать. Поставлю туда огромные колеса, и все, и мы с вами будем стартовать на этом патроле. Навали музыки. Да, это вообще сумасшедшее. Вот сейчас мы приближаемся к месту, правда не очень такому приятному, это кладбище, но... Блянь, посмотри, брата. Да, да оттуда будет бомба бить. Офигеть. Вот мы сейчас с вами проедем. Вот это идея. Было бы время, парни, мы бы еще с вами съездили. Есть тут место, гора Ахум называется. Там вообще прикольно, очень классно тоже. Но JLK был бы как раз для этих дорог. Да. Мы еще не рассказывали, да, как мы взяли эту тачку? JLK? Расскажи. У нас был выбор между JLK и ей, понял? Но JLK на полтора ляма был дешевле, или на лям, на лям. Ага. И мы, короче, понял, был выбор. Но JLK тоже хороший был прям вообще, там камера 360 на полном фарше, весь на коже. Афигеть. Короче, такой высокий, понял? Ага. С люком 3,5. Люк на всю крышу, 3,5. Ничего себе. Да, и короче, мы вроде на него, на него, потом блин, ну бэха, да, кайф. И что ты думаешь, мы короче берем зубочистки и выходим. Сейчас мы, пацаны, решим, дайте зубочистки в этом салоне. Взяли зубочистки, выходим. Одну зубочистку подписали, понял? На ней черканули. Эту синенькую полоску сделали. Эм. Прочитали молитву, короче, Царю Небесный. И все, думаем, ну Господь сам определит, какую нам тачку. И все. Давай повыше поднимемся. И он вытягивает спичку. Эм? Да. С этой синенькой. Я еще он вытягивает, а я уже тоже хочу бэху. Я упирался, говорю, давай, ГЛК уже. Думаю, хоть бы все-таки полоска была синяя. Хоть бы вытаскивать синяя полоска. Ой-ой-ой, слава Богу. Игорь, даже сравнивать не надо. Вообще не надо. Это совсем другая тачка. Пошлите, я вам покажу. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот это вид. Вид, да, классно? Представьте, друзья, горы, море, кладбище. Мы летим в купе, с моих дети на ее губе. Едем с ней гореть, хотя ждет целый горе. Вот мой стрелок в Петербурге, мой стрелок. Все-таки путешествие это самая лучшая жутка. Горы здесь, горная местность. Но, но, но есть свои плюсы в виде качественного воздуха. И сюда очень много людей едет из Сибири, из, там не знаю, по Волжье, да. Почему? Потому что в некоторых районах нашей необъятной родины находится очень много вредных всяких производств и заводов. Да. И у людей продолжительность жизни в этих регионах, да, не такая уж большая. А, как говорится, пожить хочется всем подольше. И поэтому люди, конечно, едут сюда. Почему здесь всегда большой поток именно людей, которые покупают жилье, да. Здесь очень много строится новостроек. Потому что люди готовы продавать в своих регионах все, машины, квартиры, гаражи, дома, дачи, чтобы здесь купить одну квартиру, но пожить нормально. В нормальном воздухе, да, там, воздухом дышать, в нормальном климате. Одну жизнь живем. Да, да, да. Дай на спорте, покажи, Димон, как на спорте. Кстати, здесь хорошая будет прямая и зеленые включены. Погнали. У нас еще важный вопрос, Димон. Ну, насчет сезонности. Вот там какой-то есть сезон и для бизнеса неблагоприятный. Есть что такое? В нашей сфере вообще, в принципе, такого нету. Бывает определенный спад по заявкам к зиме. Но ты знаешь, вот, допустим, опять же, сейчас после пандемии, да, прошедшей, этого спада сильно не ощущается. То есть люди, возможно, просидели и им нужно уже делать ремонты, они прям активизируются. Вот, кстати, классный ЖК. 25-26 этажей, неплохие здесь квартиры, панорамные окна. ЖК 1-2-3 называется. Достаточно неплохой ЖК. Че пожалел тут? Как давно переехал и где живешь? Че как? Вот мой дом, где я живу, да, вы же меня отсюда забирали. Снимаю я здесь однушку. Вот в этом? Вот у меня заход в подворь. И вот, видишь, тоже пальмочки, где я здесь живу. В елке даже. Да, тут все. С видом на храм. С видом на храм, да. 43 квадрата где-то у меня квартира. Я снимаю за тридцатку, ну, плюс коммуналка. С мебелью, с техникой. Да, да. Ремонт совсем простой. Все простое, вся мебель, как бы, для комфортного жилья, в принципе, ну, мне хватает. Сейчас мы едем, получается, в жилой комплекс. Это тот жилой комплекс, тот застройщик, с кем я работаю. Вот он один из самых крупных здесь, в Сочи, да. Постоянные объекты, да? Да, которые мне дают постоянно объекты, с кем мы работаем. Там как раз-таки один из немногих комплексов, где предчистовая отделка. Они как краснодарский застройщик сюда заходят и делают, ну, по-краснодарски, да. И вот мне нравится вот этот жилой комплекс, туда мы сейчас едем, да. Ага. Чем мне он нравится? И он, кстати, очень пользуется популярностью среди приезжих людей. То есть, агенты недвижимости, приезжает человек, да, агенты недвижимости, соответственно, берут у заказчика свои теплые ручки и несут его вот в данный жилой комплекс. Угу. Почему они сюда его приводят? Потому что это аккредитованный застройщик. Да, правда, да. Он никогда не кинет. Угу. В Сочи кидалово, сами знаете, очень много. Много, да? Конечно, да. Обман кидалово. Обман кидалово в квартирах, в ремонте. Здесь как бывает? Дом построили, квартиры продали, через год дом снесли. Да ты что? Серьезно. Офигеть. Вот начинается этот жилой комплекс. Я, кстати, сам здесь снимал квартиру, прежде чем съехать. Да ладно. Ты когда переехал тут жил? Да, первоначально я здесь жил. Классно. Я почему отсюда... Ну это прям посреди гор, да? Да. Получается жилой комплекс находится в ущелье. Ну в горах прям, я смотрел. В ущелье, да. Слева горы, справа горы, а вот тут тут, соответственно, уже постройки, да? Называется жилой комплекс Министерские озера. Министерские озера? Почему жилой комплекс называется Министерские озера? Сейчас пойдем там озер работать. Да ладно. Да, да. ты, что за бизнес сука? Что за бизнес? Что за бизнес сука? У что за бизнес сука? Что за бизнес сука? У нас в фабрике я будто вили вонг. Мой город вырастил гадково утёнг. Все эти суки хотят от меня ребёнка. Они в восторге от настоящего подонг. здесь было два озера говорят одно из озер она высохла вроде бы и вот осталось одно а глубоко тут никто не плавает вообще не этот не испытывается запрещено или нет вообще да и здесь так типа как заповедник прийти погулять гуляют здесь все местные жители но воздух человек приезжает с условного челябинска да и попадает вот сюда там металлургические завода выхлоп загазованный а тут прям пока а тут новый год на носу мы явшегося шортов шлепка и вообще как ты раньше в этом же к жил да смотри я соответственно здесь же и работал здесь с этим застройщиком да ну и работаю продолжаю работать выполнял здесь ремонт и квартир сделали мы здесь порядка 60 с лишним квартир ничто да да то есть много как бы людей счастливили да и сейчас вот у нас в работе в каждом из комплексов по несколько квартир совокупности получается где-то порядка 20 квартир у нас в работе сейчас только в этом же к нашему я сам себе здесь хочу купить квартиру вот сейчас я планирую до планирую хочу почем-то суши но здесь сейчас получается вот минимальный ценник раньше можно было дешевле купить не цена постоянно растет да сейчас ценник здесь получается 50 квадратов сейчас минималка 5 700 5 800 5 700 50 кодов но тут реально пока по спокойно так да не тут не движение сейчас в планах здесь будет детский сад здесь будет там дальше построят гипермаркет какой-нибудь магнита пятерочки да как обычно это все делается то есть посмотри до детские площадки какие там дальше в некоторых же когда который дальше будет это вообще прям все так культуре на классный и поэтому в сочи покупаете квартиру только у проверенных застройщиков сочи официально сильно строится до строя много да здесь есть вот прям и работы полно работа полно так вот приезжаешь в город сочи наш классный город сочи ты приезжаешь тебе нужно иметь дело только с проверенными застройщиками их могут в принципе подсказать агенты недвижимости есть здесь очень классно хорошие компании с которыми мы работаем до агентства недвижимости они могут подсказать вообще вот здесь квартиру очень быстро продаются он сдается дом да точнее нет не сдается дома вот его только начинают достраивать чтобы ввести в эксплуатацию квартиру уже все раз в разу вот город детства мы сейчас будем ехать мимо да он сдается только 5 декабря вот сейчас вот сдается 5 декабря квартиры все были проданы еще по-моему два месяца назад представьте сколько тут работ не сколько людей едет со всех щелей со всех концов света так как самый благоприятный город у нас сочи для работы для открытия и огромный привет кириллу который летит к нам с сахалина ой он здесь кайф они здесь только работы здесь приятно будет работать жить наслаждаться вот у тебя димон работа как вообще работа или любимое дело сша ну конечно любимое дело и совокупности с работой и в совокупности с тем еще что я живу в таком городе дальше просто смотрю допустим на людей на коллег коллеги да вот у меня все они приезжие я смотрю с каким они энтузиазмом тоже здесь живут до работают они приехали из за там кто-то из сибири да кто-то там глаза горят глаза конечно они приезжают они видят что здесь на деревьях не знаю там растет там форма еще что-то да и воздух просто даже одного воздуха достаточно вот этого чистого до любви идите до много едут сюда чтобы жить просто нормально да тут можно и жить и работать работы конечно потому что есть ее делать цивилизованно правильно качество с душой всегда у тебя будет работать неважно в какой сфере до игорь сергеевич стоит шорта шлепка не меня жарко вы соответственно просто как бы по погоде да вроде как одеты сейчас буквально полчаса пройдет мы поедем в поляну и он будет фортах шлепках и в снегу предстань тут снега тут солнце что за бизнес что за бизнесом что за бизнес Сука что за бизнес сука что за бизнес это майами david Мы топим в Майами Наконец-то в Сочи будет качественный ремонт Ремонт немецкого качества Каким он и должен быть Без косяков, без недостатков С нашими ценностями Это тот самый город для развития Обалденный город для развития Просто обалденный Во-первых, воздух Во-вторых, климат В-третьих, тут столько денег у людей И нет качества, нет его Люди готовы платить Но платить не за что Качества нет Поэтому, братцы, ремонт немецкого качества здесь Быть боссом в Сочи Так что, братцы, ждем вас Не тяните с решения Очень мало будет тех, кто к нам смогут попасть Будут самые лучшие Поэтому пишите Если вы готовы изменить жизнь Мы вас ждем Попроводим песни Ну вот и Сочи Уже холодный Сочи Уже просладный Там было 15 градусов А здесь уже 6 Так что скоро надо будет уже одевать штаны Сейчас ищем гостиницу Будем заселяться И будем брать, наверное, сноуборды Сноуборды? Или разобьемся Или лыжи Разобьемся Это надо камуфлированную одежду, да? Да Круто тут в Сочи Очень круто Прохладно, да? Свежо И прохладно Свежо Не прохладно Просто свежо Дубы номер 2, да? Да Спасибо Салют Спасибо Сейчас найдем Пойдем Гашиш Гашиш? Да На седьмом этаже За 7 часов счастья Спасибо тебе Ты знаешь Теперь Мы будем Всю ночь Есть Гашиш Курить тут нельзя И смотреть на горы Ну что? Покажем вам нормальный Достойный номер Номер Боба Марли Боб Марли Включайся Смотрите-ка Нас сразу встречает Боб 712 Забегаем Забытаем Боб О, люстра какая Тут Боб Смотрите, это Боб Картина Раз Тут Don't worry Be happy Don't worry Human no cry Это все это Боба Марли А вот Гашиш Про который вы все говорили О, палочка В палочку В палочку Сразу идет Башиш в палочку Вот Картина Стиль Боба Марли Прикольно Такой отель Дешевый Вот, кстати Весел Комендую Забрать О, значок Боба Марли Ключ 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 Понял Если обкурился Сильно Тягать Ключ 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 Заметьте Здесь Вейп Нельзя Сигареты Нельзя Но Косяк И Ну видите Не написано Давай Покажи Что на балконе Ой Что на балконе А тут Готов Готов с гитарой На балконе у нас Пойдемте на балкон Вид утром будет Вот это Доброе утро Когда ты встаешь И у тебя тут Горы Горы Свежий воздух Нету этих Загазованных Машин Которые Загазовывают Весь воздух Где свежий Свежий Вот передать бы вам Этот воздух Это просто что-то Воздух Горы Снег Всегда здесь Свежо И летом И зимой Сочи Это великолепный город Самый лучший город В России Я считаю Как и для развития Так и для жизни Поэтому мы Плотно задумались О том Чтобы переехать Тоже В Сочи Бау Всем физкульт-привет, ребят У нас первое утро Которое мы здесь проснулись Погода Просто кайф Воздух Просто кайф Вид Просто кайф Здесь действительно Много Строится домов Много людей Приезжих Со всех городов Люди готовы Все продавать Здесь покупать И жить Чтобы жить И наслаждаться Жизнью И качественного Здесь нет Практически ничего Ну и так Кстати Неплохая Кто делает Качественно Своё дело Будет спрос Будет спрос Большой И наши Ценности Здесь Будут Прям Высоко Цениться Здесь у нас будет Очень много клиентов Здесь нас будут Любить Говорить о нас Здесь идеальное Место для развития Так что Не пожалейте Если переедете сюда И будете здесь Заниматься Ремонтом Но Придется много работать Очень много работать Трудиться Это Не просто так Зарядили денег Приехали И у вас там Все вам дали И все готовенько Вы сидите И вам День Не давать Нет Нам будет пахать Надо будет много Встречаться с мастерами И лопатить И лопатить 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 Когда ты выручаешь Квартиру клиенту И у него глаза горят Он так счастлив Он получил то Что хотел Это прям Чувство непередиваемое Так что Не пиво пацаны За вас Если коротко сказать О Сочи Это великолепный город Это вот Блин Представляете Какое чудо И зима И лето Все в одном Какое такое Хочу сказать тем Кто Хочет к нам Попасть С целью Заработать С ценностями Деньги Деньги Ценность деньги Будьте Внимательны Будьте Готовы К тому Что мы вас Отчислим Из боссов Потому что Мы берем Только тех У кого ценность Делать свою работу От души От всей души И хорошо И не из-за денег А из-за того Чтобы угождать И помогать людям Приносить добро И счастье Улыбки И когда Люди будут Это получать То и отдача Будет конечно же Денежная Деньги Всегда придут Сами Главное Делать работу Свою от души Сделал хорошо Деньги Пришли Представляете Какой плюс И на душе Хорошо Что людям Помогли Еще и деньги Есть Это класс Это класс Два в одном Каждого Каждого Все Деньги Кто хочет Взять денег Кто хочет У кого цель Деньги Тот никогда Не будет Их иметь Нужно Дать ценность В этот мир Нужно Принести Как можно Больше добра Как можно Больше Позитивной Энергии Как можно Больше Сделать Качество В любом Деле Не важно Это ремонт Либо Это Автомойка Либо Продуктовая Какая-то Тема Либо Сфера Какого-то Другого Обслуживания Общепит Или еще Что-то Главное Делать Своё Дело С душой Когда Дело С душой Этого Мало В Сочи Этого Категорически Мало Здесь Цены Не маленькие Цены Выше Чем В Краснодаре Но По качеству Та же Самая Пища Ну В разы Конечно Есть места Где В разы Хуже Но Стоит Значительно Дороже Так вот Если Мы Будем Соответствовать Делать Всегда То Что Мы Говорим Всю Душу Вкладывать Свой Продукт То Это Будет Просто Бомба Результат Будет Просто Великолепный Нас Будут Любить Ценить И Всегда На наши Услуги Будет Огромный Спрос Потому Что Люди Готовы Платить Готовы Платить Большие Деньги Но Нужно Дать Эту Ценность За что Они будут Платить Не Просто Так Заплатили Либо Накосячили И Сказали Обращайте Суд А Действительно Вложить В душу Вложить В свое Дело Ну Вот Олимпийский Парк Друзья Вид На горы Мы Так Уже Устали Что Не Хотим Туда Даже Подниматься Чтобы Вам Показать Вид Ну Вы Я думаю Представляете Да Какой Сильно Да Мы Устали Завершаем Выпуск Еще Шесть Часов Впереди Поездки Покажем Когда Поедем Сюда С командой Поедем Поднимемся Наверное Покажем Хотя Там Наверное Не до Этого Будет Ну Да Сочи Конечно Круто Погода Воздух Кайф Вроде Зима А мы В шорках Шлепка Да Тут бы Еще На трассе Формулы 1 На тачке Можно 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 Зарядить И погонять Да Так что Все друзья Спасибо вам Огромное За просмотр Ламбу Оцените В комментариях От 1 до 5 Нравится вам Она Или нет Заслуживаем Мы ее Или нет Да Жаба Душит вас Или нет Нет Но 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 Мы вас любим Знаете Каждого из вас Спасибо огромное Что вы с нами Что смотрите Комментируете Друзьям отправляете Это заряжает И подстегивает Все больше и больше Делать Контент Снимать И добиваться Новых целей Те кто Те кто даже Плохо к нам Относится Почему то Там может Не нравится Вам контент Или Или юмор Или мы не нравимся Мы все равно Вас всех любим Желаем вам И вашим близким Здоровья Любви Бесконечной Добивайтесь целей Не завидуйте Ни в коем случае Нам Мы не мажоры Мы Не какие то там Крутые Мы парни Обычные Из деревни Которые Без образования Без опыта Без ничего Сами на своих Собственных Ошибках Проблемах Добиваемся целей Несмотря ни на что Идем вперед Все что у нас есть Это мы Сами Своим Кровью И потом Достигли И еще достигли Прим Не сдаем Заднюю Нет задней Когда какие то трудности Появляются То столько нас укрепляют Я кстати с образованием Но это так В кавычках Потому что я Учился Но Платил За образование Так что можно сказать Мы оба без образования Поэтому да Нам никто не помогает Мы всего добиваемся Сами Если вдруг Кого то чем то Обидели Простите нас Мы Искренне Не хотели Никогда никого Обидеть Мы Действительно Делаем с душой Своё дело Любим снимать Любим то что мы делаем Стараемся Ребят Это дело Нашей жизни Это наш крест Который мы несём Знаете как трудно Это все нам дается Это вам Может выглядеть Со стороны Это все легко Что Ну вы не видите Просто тех проблем Которые мы пережили Тех поражений Тех денег Которых мы выкинули Отдали Спустили на ветер Вы просто этого не видите Многие которые С нами стартовали На Одна На старте Уже Сдали назад Когда первую проблему Почувствую На самом деле Это очень Очень тяжело Бизнес Это марафон Который никогда Не заканчивается Нет такого Что вот Ты сейчас Поделал Поделал Отдыхаешь Нужен привыкнуть Что Все Ты 24 на 7 Это марафон Ты убежишь Это постоянно стресс Это стресс Постоянно в состоянии Стресса И неопределенности Всегда что-то новое К этому нужно Приспосабливаться И когда Какая-то неудача Случается Её нужно принимать Как удачу Поэтому не сдавайтесь Искать во всем плюс Если у вас Что-то Происходит в жизни Помните Это только вас укрепляет Извлекайте опыт Опыт Это очень Дорого стоит Идите вперед И всё у вас получится Поэтому Господь не даёт нам Того Чего мы не можем Преодолеть Всё что у нас происходит Это только на благо Каждому из нас Поэтому Принимайте всё С радостью И за всё Благодарите Бога Не будет нам Дано Такой проблемы Которую мы Не в силах Преодолеть Поэтому Идите вперёд Желаем вам Добра Любви Добивайтесь цели Кто хочет к нам Семью Стать боссом Напишите в директ Рассмотрим вас Обязательно Всех благ Обняли Подняли И заплакали Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров Н. body Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok